здравствуйте я пойду на митинг 6 мая когда меня попросили обратиться к вам записать ролик о том почему я иду 6 мая на этот митинг то я поняла что очень трудно объяснять то что кажется тебе очевидным то что должно быть на мой взгляд очевидным для всех и вот я решила привести такой пример лет десять назад я написала книгу роман биографию который назвала идиотка у меня был выбор я могла назвать ее дура красавица умница я назвала идиотка кто-то из моих близких посмеялся кто-то пожирил но это был мой свободный выбор как назвать свою книгу совсем другое дело когда я чувствую что из меня делают идиотку когда я слышу о том что алексея навального сейчас обвиняют в хищениях леса 16 миллионов или 14 миллионов которые он украл человека который скрывает коррупцию во власти делает это аргументированно документирует свои претензии то смешно и богу что именно этого человека харизматичного одного из лидеров несистемной оппозиции обвиняют в том что он жулька вор я чувствую что меня превращают в идиотку когда я узнаю о том что надежду толоконниковую не отпускают по у до потому что она не встала на путь исправления и объясняют это примерами что она не записалась в библиотеку колонии мордовской или не участвовала в конкурсе мисс очарований то я понимаю что из меня пытаются сделать идиотку этот список можно продолжить говоря о митинге не состоявшимся о шерстве 6 мая 12 года когда мне объясняют что невинные мирные граждане вышедшие на марш и митинг в майках и джинсах безоружные напали на полицейских в касках с дубинками и как-то так получилось что те кого обвиняют в нападении спланированным в спланированных заранее беспорядках оказывается с разбитыми носами вывернутыми вывихнутыми конечностями а полиция вооруженная до зубов оказывается невиновной мы даже не знаем имени человека который как мы видели на фотографии поднял оторвал от земли хрупкую девушку по фамилии духа не на сделав ей зажим подняв ее на локте за шею то я чувствую что когда обвиняют духа не ну и тех людей которые сейчас за 6 мая 12 года находится под следствием что меня и не только меня превращает в идиотку когда человек теряющее зрение находится под следствием один из узников 6 мая 12 года по фамилии а кименков он говорит судье ваша честь я вас почти не вижу и замечательный человек описатель людмила улицкая пишет письмо ходатайство чтобы под ее поручительство ему заменили заключение в камере на домашний арест чтобы он мог получить необходимое ему лечение я понимаю что меня превращают не в идиотку а в молчаливую бездушную бессердечную тварь мне не все равно я не хочу чтобы бессердечие бездушие называлась порядком и нормой я пойду на митинг 6 мая 6 мая в 6 вечера болотная площадь митинг за свободу